В эфире Город С. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Я сразу же хочу представить вам наших гостей. Сегодня у нас в студии Татьяна Шестопалова, руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара. Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации. Заслуженный работник культуры Самарской области. Добрый вечер. И у нас в гостях сегодня Ксения Плаксина, заведующая кафедрой эстрадно-джазового искусства Самарского государственного института культуры. Доцент, кандидат педагогических наук. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы встречаемся сегодня практически накануне большого праздника. Праздника, который касается всех нас. Это день рождения нашей любимой Самары. И, конечно же, в связи с этим сегодня мы хотим поговорить о том, что ожидает горожан, гостей города в ближайшие выходные. Вот не могу не спросить об этом, Татьяна Викторовна. Знаю, что вы всегда готовите очень много сюрпризов и что, как правило, вы не открываете их всех заранее. Но, тем не менее, наверное, можно какие-то вещи уже будет анонсировать. Вот, ну, прежде всего, наверное, какие основные площадки будут задействованы на праздничных мероприятиях? 437-й год рождения нашего любимого города. И основная площадка – это площадь Куйбышева, 10 сентября. В 18.00 на площади начнется концерт. Начну с хедлайнеров. С тех, кто будут, в общем-то, завершать нашу программу, в этом году поздравить с днем рождения любимую Самару придет группа «Чаев». Вот это фантастическая новость, просто фантастическая, позитивная, яркая музыка, настоящие профессионалы. Сольный концерт. Вот 70 минут их выступления. Вот уже заранее спасибо. Скажите, с самыми известными произведениями. В программе выступления наших земляков, самарских исполнителей и артистов, заслуженного артиста России Сергея Ивановича Войтенко, Марго Григорьевича Левянта, народного артиста России, руководителя Союза композиторов. И еще плеяды наших самарцев, которые исполнят произведения, которые были участниками песни, участницами конкурса «Подари Самаре песню». Это такой будет музыкальный подарок в отношении к нашему дню рождения нашего города. Дмитрий Колдун приедет с поздравлениями, российский-белорусский певец. И завершится все действие в 22 часа фейерверком. Но поскольку концерт – это живое исполнение произведений музыкальных, возможно, может быть, на минут 10 будет какое-то отступление. Но в 22-22.10 фейерверк в честь нашей очередного дня рождения. Концерт, а все равно никто у него идет. Да, еще эпизод, который музыкальный, заслуживает, на мой взгляд, внимания. Впервые в нашем городе 500 музыкантов, участников фестиваля на сопках Манжурии, который ежегодно принимает Самара, исполняют пять произведений. Известных произведений. «Самбальцева» в Кеманжурии, «Прощение славянки», «Самарский край» с солистами. И еще два произведения. «Слава Родине» и «Навсегда великая страна». Это действительно заслуживает отдельного внимания. Нет, 500 человек, музыкантов, которые играют на духовых инструментах. Вот это все вместе. Мы видели, как это было на склоне на площади «Слава». А теперь мы пробуем уже и модерируем эту ситуацию. Мы уже готовимся к юбилею Победы в 2025 году. И поэтому здесь у нас еще есть такой практический смысл в том, как будут выглядеть и как это исполнится все вместе, и как это будет звучать. Это действительно очень интересно. И сразу перейду к фестивалю на сутки в Кеманжурии. Этот фестиваль, как я уже говорила, ежегодно принимает наш город. В этот день в Струковском саду 10 сентября с 13.00 можно будет посмотреть программы духовых оркестров, дефиле, плац-концерты. Это действительно всегда интересно. В Струковском саду и установлены скульптурные композиции по священию этому вальсу. Это вообще место музыкантской памяти. Там все гости из 12 городов собираются, и дирижеры, и сами музыканты. Есть свой собственный ритуал уважения к музыкальному произведению, к его авторам и первым исполнителям. Помним с вами, что этот вальс был впервые исполнен в нашем родном городе. Этнофестиваль «Наследие народов» в парке «Дружба народов» с 12.10 сентября. Государственные и муниципальные музеи уже по сложившейся традиции примут гостей. Бесплатное посещение основных экспозиций. Многие учреждения культуры отдельно подготовили программы, и театральные площадки, и площадки домов культуры, и библиотеки. Мы все традиционно готовимся к этому дню. Вот вы начали с казарных тузов, а после этого я услышала, что не менее интересные мероприятия будут проходить в течение дня. Сейчас проходят на территории города, районы города, небольшие программы, дворовые программы. Уже это настолько стало доброй, хорошей традицией встречаться своим семейным уже таким коллективом, жильцов одного дома, соседей. И свыше ста с лишним таких программ в этом году наши коллеги из внутригородских районов, всех районов, подготовили вместе с нашими жителями. Очень надеюсь, что и погода у нас не подведет. По улице хороших площадок, по программе «Комфортная городская среда». Когда мы говорим вообще о пространстве культуры, ассоциируется в основном это с исполнением музыкальным ли, либо с изобразительным искусством. А ведь красивый, убранный, чистый двор, обновленный двор, улица чистая, это же все и формирует общее представление о культуре, об это культуре. Поэтому мы всегда считаем, что это тоже часть нашей работы. И это формирует и внутреннюю гармонию. А сейчас культура приходит практически в каждый двор. Это же так здорово. Что приходит? Она всегда была. Она там. Она всегда была, да. Татьяна Викторовна, наверное, еще стоит проговорить такой момент. Некое изменение порядка городского в эти дни. Наверное, будет ограничение движения транспорта. Ограничение движения транспорта, да. В ближайшее время на сайте администрации городского округа и максимально будут жители, проинформированные гости нашего города об ограничении движения транспорта в границах улиц, которые прилегают к площади Куйбышева. Ну, посетители и участники всех концертов они знают. Это ограничение движения транспорта и по улице Чапаевской, и по улице Красноармейской, и по улице Фрунзе, Шостаковича. Время с 12 часов и до 20, практически до 24.00 10 сентября. На это стоит обратить, безусловно, внимание. И администрации городского округа Самара проработан вопрос работы дополнительных единиц транспорта, для того, чтобы комфортно могли горожане и гости нашего города уже отъезжать с самого мероприятия. Вопросам безопасности, безусловно, всегда уделялось и будет уделяться вниманию. Здесь все жители могут чувствовать себя и гости все лишь спокойно. Мы под надежной защитой. Да, что-то говорит мне, что в этот день никто не поедет на дачи, не будет бороться с урожаем, потому что программа подготовлена действительно очень интересная. Да, и погода благоволит, несмотря на предварительные прогнозы дождя. Ну, так если вспоминать, последние 10 лет прогнозы всегда были немного пасмурные, но все-таки этот день всегда выдается солнечным. Улыбаемся. Вы уже сказали, упомянули о том, что фактически вот в эти же дни будет еще один подарок нашему городу Самаре. Этот подарок песни, я сейчас говорю о фестивале «Подари Самаре песню». Это все-таки конкурс или фестиваль правильнее? В эти дни мы анонсируем начало этого конкурса. Я сказала, что действительно на сцене, на площади Куйбышева будут исполнены музыкальные произведения, те, которые принимали участие, были лауреатами, либо стали победителями конкурса «Подари Самаре песню» в 2012 году. Их исполнят разные исполнители разных поколений, от очень известных произведений музыкальных, до тех, которые, может быть, получили не столь высокую популярность, и не были так вот раскручены. Это, кстати, то, на что хотелось бы обратить внимание в той совместной работе коллектива единомышленников, соратников, с кем мы будем проводить этот конкурс. О них я, безусловно, сейчас расскажу. То, что действительно песни, которые пройдут финал, и те, которые не получат, возможно, каких-то призовых мест, но, тем не менее, они будут приятны сердцу, получили действительно свое исполнительское продолжение. Бывая в эфире не на одной телерадиокомпании, мы всегда говорим, во многом это всегда достигается общим результатом. И мне бы очень хотелось, чтобы участники нашего конкурса стали гостями нашей телекомпании «ГИС», и чтобы мы максимально поддерживали их творчество и талант и продвигали наших исполнителей. Вернусь к конкурсу. Десять лет назад, одиннадцать даже лет назад, в двенадцатом году конкурс был объявлен администрацией городского округа Самара при поддержке тогда мэра нашего города Дмитрия Игоревича Азарова. Инициатива была союза композиторов и еще творческих союзов. Давно, тогда еще не появлялось произведений, новых произведений о нашем городе. Участников в тот период времени заявок было свыше 110, и участники были в возрасте от 14 до 85 лет. 23 исполнителя, композитора и поэта, разные были, конечно, составляющие, получили звание лауреатов. Эти песни исполняются, может быть, не всегда мы даже знаем, что они были участниками этого конкурса. Сейчас мы надеемся, что количество заявок будет в разы больше. Во-первых, прошло уже 11 лет. Почему вы так думаете? Вы знаете, за этот период времени, и за последний год, и предыдущие обращения к нам, мы написали произведения, и я написала произведения, даже сегодня был звонок, я поэт, Татьяна Викторовна, послушайте мои произведения. А, то есть вы уже все слушаете заранее. Я сегодня просто уже, Ксения, подумала, какой нас ждет счастливые полгода. Вы знаете, это правда счастливое время, без иронии. Люди очень талантливые, искренне, искренне в своем понимании того, что они написали гениальное произведение. Услышать человека, дать возможность это произведение довести до определенного... До определенного качественного музыкального продукта. Вот это важно, конечно. Мы об этом сейчас, Ксении, безусловно расскажем. Это и будет нашей одной из таких задач, которые мы бы хотели выполнить. Мы уже говорили с коллегами, АУР-комитет и партнеры нашего проекта. Это разные известные городу люди творческих профессий и нетворческих профессий. Ира Лукьянова, с одной стороны, Союз журналистов Самарской области, Ирина Владимировна тоже с нами. Союз композиторов, Марк Григорьевич и его соратники, Самарский институт культуры, Ксения Геннадьевна, Ольга Сергеевна, Павла Алексеевича, и еще Арсений Плаксин. Вся династия музыкальных Плаксиных. Кто-то в составе жюри, кто-то на аранжировке и в оргкомитете, потому что наши коллеги еще и пишут, еще и исполняют, и сочиняют, дать такой возможности. Нужно. Сергей Иванович Войтенко. Всех членов жюри пока озвучивать не буду. Заканчиваются переговоры с известными российскими исполнителями и композиторами. Я подозреваю, что еще сюрприз нас ждет. Конечно. Сюрприз это или нет, это достойные люди, которые в мире музыкальной культуры, исполнительской культуры имеют очень хорошую репутацию, опыт, безусловно. Что было бы потом, это интересно передать всем нашим участникам. История о том, когда, где, кто. Я могу об этом говорить бесконечно. Скажу одно, что с 18 сентября, об этом уже подробнее, на каких ресурсах, как расскажет Ксения Геннадьевна, 18 марта мы будем принимать заявки. Мы полтора месяца подготовку и маем 2024 года, вот это время потрясающего расцвета. Расцвета природы. Такая красивая, чудесная погода. И предложение Маргарии Горча. Коллеги поддержали его. Струковский сад. Завершили выбор. Прекрасно шикарным галоконцертом. Галоконцертом, да. Лауреатов и дипломантов конкурса. Вчера как раз тоже были чудесные люди у нас, гостя в департаменте. Давали определенные им пояснения, отвечали на ряд вопросов. Это будет. В настоящее жюри мы будем выступать, все ждут номерочка, бала. Боже мой, какая-то... Настоящий праздник. Да. Это для исполнителя, композитора. И поэту песенка, да. Мне кажется, вы сейчас уже заинтересовали все-таки тех, кто потенциально хотел бы поучаствовать в конкурсе. Я могу сказать, что, знаете, как много, оказывается, написано поэтических произведений. И еще раз повторяю, всегда и везде, я не берусь. Судите, давайте оценку. Ценно то, что любят. Может, еще и напишется за это время. Любят. Любят свой город. Конечно. Это та возможность признаться ему в любви. То есть это вот одна самая эффективная возможность, да? Да. Одна из возможностей. Одна из возможностей. Ксения, расскажите. Ксения, да. Вот все-таки интересно людям, кто уже заинтересовался, может быть, о номинациях вы расскажете. Конечно, расскажем о номинациях. Ну, во-первых, я хотела бы поблагодарить Татьяну Викторовну и Департамент молодежи и культурной политики за такую возможность совместного проекта, потому что в этом году Самарский государственный институт культуры станет сорганизаторами для нас. Это очень важно, потому что мы не понаслышке знаем, насколько самарская земля богата талантами. И в дополнение к словам Татьяны Викторовны, действительно очень много молодых авторов, поэтов, песенников и профессиональных композиторов именно ждут тот час проявить себя, продемонстрировать свои таланты и быть признанными в области музыкального, профессионального искусства. И как раз это тот самый шанс сказать спасибо своему любимому городу, подарив Самаре песню. Да. К участию в конкурсе приглашаются как профессиональные музыканты, так и самодеятельные авторы, поэты-песенники, студенты средних и высших учебных заведений. Конкретно у возрастных категориях они будут делиться на три. Первая возрастная категория до 14 лет, вторая возрастная категория от 14 до 35, и третья возрастная категория от 35 лет и старше. Ну, то есть весь город может, пожалуйста, никаких ограничений. Конечно, да, никаких ограничений. Также на конкурс предоставляются песни о городе, о достопримечательностях, о любви к родному краю и, конечно, вот здесь добавлю, о городе ли, о Самарском крае можно ли? Конечно, можно, а нужно. О традициях, о жителях города. Ну, то есть все сужают некую географию. Только о городе упоминать край можно? Конечно, можно. Да, мы его столица, этого края. Но мы же его важнейшая составляющая, и он наш край родной. Поэтому здесь не только о улицах Самары, здесь о наших необъятных просторах. Для творчества, конечно, да. Мало того, это будет еще проявляться в различных жанрах и направлениях, и формах. Если говорить о форме, это может быть и сольное исполнительство, дуэт, трио, ансамбль, хоровое исполнение. Может быть, действительно, семейный какой-то ансамбль. Какая прелесть. И в различных жанрах. Это может быть эстрадное исполнительство, это может быть рок, это может быть баллада, это может быть романс. То есть молодежь, добро пожаловать. И отдельный, конечно, пласт – это фольклор, этнофьюжн. То есть, пожалуйста, современные любые направления тоже имеют место быть. И мы будем очень рады вашим заявкам, дорогие друзья. И джаз, и блюз. И джаз, и блюз. Потому что у Ксении есть песня «Самара Городок» с коллективом уже студенческим. Они сделали такую джазовую аранжировочку к самому известному произведению «Самара Городок». «Самара Городок»-то вы возьмете в конкурсную программу? Я думаю, что заявок будет, наверное. Здесь сейчас как раз мы и хотели, расскажем Ксении поподробнее, какое музыкальное произведение может, нужно ли исполнять кавера. Это часто возникает вопрос. Ну, все-таки написанное это произведение, это новое произведение, не вчера написанное. Оно может быть написано 10 лет назад, 9 лет назад, 8, где-то, наверное, 20 лет назад. Ну, не 50, не 100. Потому что, вы знаете, за последнее время, с 12-го года, столько произошло событий. Изменились так мы, как изменился наш город, наш край, наша родина. Ведь столько яркого было в нашем городе. Начинаешь перелистывать страницы, нам лимита передачи не хватит. Ведь песня – это что побуждает нас создать? Ну, возможность признаться любви в городу. Воспоминания. Какие-то чувства, какие-то эмоции. Что-то увиденное, что-то услышанное. А с 12-го года, вы представляете, сколько было ярких событий в нашей стране. И отдельная номинация, которой мы уделяем тоже большое значение и звучание, можно так сказать, это музыкальные произведения, песенные произведения, посвященные Самаре, городу трудовой доблести. Отдельная номинация. Это наше звание, которое мы получили. Поэтому здесь это будет отдельная тематическая номинация. Безусловно, мы скажем о том, что будет и гран-при. Конечно, лауреаты первой, второй, третьей степени. И денежные призы. И все будет, безусловно, опубликовано. И здесь всегда самая большая дискуссия, сколько должно быть номинаций, каких. Специальных номинаций жюри и номинаций дополнительных, помимо вот этого построения уже традиционного гран-при, первое, второе, третье место, безусловно, они будут. Потому что произведение и даже, может быть, иногда и два первых места. И такое бывает. Все непредсказуемо. Все абсолютно непредсказуемо. Потому что участники того конкурса, те, Геннадий, хорошо знают, и зрители нашего телеканала, и города, это действительно имена, которые очень известны в разных кругах. И Большаков Александр, и Александр Кузьмич Носков, и Маргригоч Вахмянин. К сожалению, не все сейчас живы, но тем не менее их произведения остались в нашей музыкальной памяти. И в нашей памяти как таковой. Самобытные, совершенно удивительные люди были. Наталья Александровна Гражданкина всегда вспоминает ее песни. Красавица-женщина, думаю, возможно, и в этот раз она примет участие. Алексей Аполлинаров. Молодых было достаточно композиторов и поэтов. Брались в основу совершенно разные музыкальные, поэтические произведения. Это тоже важнейшая составляющая. Красивая мелодия. Маргригорьевич говорит, красивая мелодия. Я очень переживаю за то, что в оставшиеся три минуты мы не скажем что-то самое важное. Песня о Самаре, собакая, яндекс.ру. Да, об этом нужно сказать, Ксения. А давайте о заявках. О заявках. Заявки можно уже отправлять с 18 сентября на почту электронную песню о Самаре, собакаяндекс.ру, а также в социальной сети ВКонтакте, подарить Самаре песню. Все, старт уже буквально через 18 сентября. Да, будет опубликовано положение, там все достаточно тщательно будет прописано. И самое главное, мы понимаем, что наша команда, Института культуры, то особая миссия на них возлагается, это помочь людям записать произведения. Могут быть участники возрастные, где будет это сложно сделать. Аранжировка впоследствии, безусловно. Конечно, нотная грамота, потому что нужно прислать помимо аудиозаписи еще нотный материал. И если, например, у кого-то возникают сложности, можно позвонить по номеру телефона, который будет указан в положении, мы всегда дадим обратную связь. Это вот прям какая-то народная такая акция будет, а не конкурс, на мой взгляд. Сейчас есть заявки, я могу уже сказать, это вот прошло пар-троечку денечков от народных коллективов, где нет имени, а есть музыка и сообщество очаровательных женщин, которые придумали свою родную песню о любимом городе. Вы знаете, эти традиции не один век. Самара-городок, она пришла же оттуда. И городской роман со Самарой тоже из 19 века. Свои отдельные истории. И это не может не радовать. Поэтому мы максимально широко посмотрели на разножанровые направления нашего конкурса. Вот мне кажется, что значение здесь переоценить невозможно, потому что это ведь не просто песни, это не просто творчество. Это стихи, это музыка, это любовь. Вы просто мотивируете людей на все это. И во старшаяся секунда, конечно, музыкальная энциклопедия. Мы возьмемся за этот потрясающий труд. То есть он бесследно не исчезнет? Не исчезнет. Все-таки общими усилиями кафедры народной, да, и этнографии. И нашим коллективом решили просто сохранить эту память музыкальную, историческую, о музыкальных произведениях о нашем городе. Друзья, я надеюсь, что наш сегодняшний разговор был полезен, интересен. Пожалуйста, принимайте участие в конкурсе. И с наступающим днем города вас всех. Я благодарю наших гостей за этот прекрасный разговор. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова